Ребята, всем привет! Сегодня ко мне приехал восстановленный iPhone XR, который вышел в 2018 году. Уже 4 года этому iPhone, но до сих пор люди его берут, пользуются, потому что телефоны Apple, как вы знаете, они долго остаются актуальными. И по 6-7 лет иногда обновляются, да? И их можно действительно использовать спустя такое продолжительное время. iPhone я заказывал в белом цвете на 64 гигабайта. Вот здесь подписано iPhone XR White 64 гигабайта. Пришел он в такой вот коробке, типа оригинальной, да, в пленочках, и продавец положил еще в подарок вот такой вот чехол. Я за него, ну как бы я его не заказывал, он просто в подарок положил для XR, ну самый простой силиконовый чехол. Вот такую вот штучку отлепляется, здесь вот такое клейкое покрытие, клеится на заднюю крышку, и типа у вас такое колечко. Можно его там ставить вот так вот на него, удобно держать его. И, конечно же, это тряпочка, чтобы протереть экран. Ну ладно, сам iPhone, да? За сколько я его сейчас брал? Я вам покажу. В белом цвете взял, думаю, ну дай-ка посмотрю, как он будет в белом цвете смотреться. Хотя у iPhone XR много разных интересных цветов, но я взял в белом. Итак, открываю. Самый такой универсальный цвет. Здесь еще лежит в конверте защитное стекло. Надо посмотреть, не сломалось ли оно. О, нет. Хорошее стекло. Здесь вот документы. Скрепка должна быть под сим-лоток. Вот она. Сам iPhone в комплекте. Ух ты, как он там лежит, не могу вытащить даже. Ну-ка, давай вытаскивайся. Офигеть, он как будто приклеен к этой ванночке. Вот он, сам iPhone. И здесь в комплекте есть кабель для зарядки Lightning. Наушники тоже проводные с выходом Lightning. Вот. Дальше блок питания. Медленная зарядка 5 вольт, 1 ампер. Ну и все. Итак, смотрим сам iPhone. Снимаю пленки. Здесь есть вот такая вот типа пломба. Белый цвет. Белая рамка. Белая задняя крышка. Стекло здесь, стекло здесь. Это алюминий. Камера у iPhone XR всего одна. Четверная вспышка. Кнопка включения. Регулировка громкости. Переключатель в беззвучный режим. Разъем для зарядки. Lightning. А что он такой черный какой-то? Так. Это у нас динамик. Точнее вот динамик. Это микрофон. Ну в целом все так аккуратно смотрится. Вот сим-лоток. Давайте сейчас посмотрим. Сим-лоток здесь рассчитан только на установку одной лишь сим-карты. Такой вот сим-лоток. Все. Можно включать телефон. Экран ничем не защищен. Но вы можете наклеить стекло, которое было вот здесь в комплекте. Вот как он выглядит. И вот эту штуку нужно тоже убрать сейчас будет. Чтобы она не мешалась. Раз. И два. И можно запускать телефон. iPhone XR получит обновление до iOS 16. Он будет обновляться еще. Ну и давайте поговорим про цену. Сколько же сейчас такой iPhone стоит заказать. Итак. Вот он. 20 600 рублей. Даже 21 000 уже стоит. Именно такой iPhone, как я взял. В белом цвете. Отличается цена в зависимости от цвета. Красный стоит 2600. Белый 2100. Оранжевый 2800. Желтый 2800. Ну короче. Почему-то белый самый дорогой выходит. А если вы берете на 128 гигов, цена будет еще выше. 24 000. Но это я уже считаю для XR слишком дорогая цена. Слишком высокая цена. А вот 21, 20. Ну это в целом еще можно как бы, да. Этому телефону как бы простить. 20 000 рублей. Вот. Можно взять такие вот яркие цвета. Необычные. Ну я взял такую классику. Можно сказать белый цвет. Продают еще более дешевые айфоны без Face ID. Но без Face ID не советую брать. Я вот взял с Face ID. Все. Зарегистрировал свое лицо. Сейчас еще разок. Раз. Все. Потому что без Face ID они все дешевле. И ну не очень. Без Face ID не очень конечно. Все. Телефон настроен. Почему-то сразу темную тему он включил. Интересно почему это. Яркость на максимум. True Tone присутствует. Bluetooth включен. Можно выключить. Значит. Блин. Бросается знаете что в глаза. Ну давайте я поставлю белую тему сейчас. Чтобы это было видно. Конечно в глаза бросаются огромные рамки. Толстые у айфона XR. Сейчас особенно это смотрится так непривычно. После современных там Android смартфонов. Да даже после последних айфонов. Рамки здесь конечно просто гигантские. Ну блин. Они такие какие-то смешные. Да даже в то время когда он выходил. Уже был XS. Да. И там рамки были меньше. Но на XR рамки просто какие-то нереально здоровые. Ну. И челка вот эта здоровая. Да вообще капец. Ну выглядит конечно немножко уже устаревше. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Но к этому быстро можно привыкнуть в любом случае. Так. Белая тема. Это IPS экран. Ретина. И 60 Гц. То есть это самый простой экран. Который только сейчас можно представить в таком безрамочном уже айфоне. Диагональ здесь 6,1 дюйм. В принципе сейчас эта диагональ до сих пор используется. В 14 айфоне. В 14 про тоже диагональ 6,1 дюйм. То есть она еще пока не вышла из моды. Но там уже меньше рамки. Там уже выше разрешение экрана. Там уже плоский экран полностью. Здесь он немножко имеет закругление по краям. И там стекло более прочное в современных айфонах. Здесь еще не самое прочное. Там уже керамик шилд. Да, оно вроде называется. Итак. По кнопкам нужно проверить в первую очередь, что работает, что нет. Должно все работать по идее. Они вообще китайцы должны проверять перед отправкой телефон. Естественно. Чтобы им это невыгодно отправлять плохой телефон вам. Потому что вы можете открыть спор, взыскать с них деньги. И им это просто не надо. Поэтому они в их интересах все проверить, прежде чем отправлять. Так. Значит это все работает. Посмотрим, что у нас по аккумулятору. Состояние аккумулятора 100%. 100% состояние, как и всегда. По iOS. Сейчас у нас установлено iOS 14.1. А уже есть 15.6.1. Да, 15.6.1 уже есть. Ее можно сразу же скачать. Ну, я сейчас, наверное, не буду. Потому что она много занимает. Будет долго скачиваться. Потом долго устанавливаться. Уже буквально через несколько дней на этот телефон должна будет прилететь iOS 16. И я уже смогу сразу на нее обновиться. Сразу ее скачать. Так что пока, наверное, не буду торопиться. Скачаю потом iOS 16 версии. Так. Что у нас здесь можно еще? Блин, вот эти анимации прикольные. Смотрите, как вылетает значок. Все очень плавно. Так работает. Офигенно. Офигенно просто. Так. Я зашел в свой этот аккаунт. У меня там сразу все фоточки подгрузились. Которые у меня в моем Apple ID хранятся. Значит, по тому, по серийному номеру я хотел посмотреть. Так, так, так. Серийный номер основные. Об устройстве. И вот здесь можно посмотреть. Серийный номер. Семь без ограничений. Блокировки операторам нет. То есть этот iPhone не заблокирован, не залочен под конкретного оператора. Под все операторы подходит сервисная. Так, сервисная. Короче, гарантия она из стекла. Но платный ремонт и поддержка доступна. Можно загрузить приложение поддержка Apple. И они вам там помогут решить какие-то проблемы, если вдруг возникнут с iPhone. Но это все будет делаться платно. Потому что, ну, естественно, гарантии на этот iPhone уже нет. Этот iPhone был продан несколько лет назад какому-то китайцу. Китайц им попользовался. Сдал. Или, возможно, он у него сломался. Он куда-то сдал в ремонт. Его отремонтировали. Потом вот привели в такой вид, как новый. И отправили уже продаваться на AliExpress. И я его купил. Вот такая вот история у этого iPhone. Поэтому гарантия здесь уже, конечно, вышла. Гарантию нужно покупать новые устройства именно с магазина. А это уже, конечно, без гарантии. Ну и плюс это старая модель. Их уже новых даже и не продают. Если вы даже очень хотите XR новый, вы не сможете себе его купить. Потому что их новых уже нет давным-давно. Их уже не производят и не продают новые. Даже вот сейчас уже 11 iPhone сняли с продажи. С выходом 14. 11 iPhone тоже сейчас убирают из продажи. Итак, смотрите, ребят. Я вот тоже удивился сперва. Знаете почему? Потому что вот здесь был разъем черного цвета. Он должен был быть белый. Вот здесь вот разъемчик. Внутри он черный как бы. Я же знаю, что он должен быть белым на белых iPhone. Потому что вот у меня есть SE2 белый оригинальный. И там внутри белый разъемчик. Он совпадает с цветом телефона. А здесь разъемчик черный внутри. Это как-то не вяжется, не вяжется. И знаете в чем тайна? Этот iPhone был черным. При рождении он был черным. Его делали, выпускали как черный iPhone. Вот я его пробил по его серийному номеру. И здесь написано, что это черный iPhone изначально. Ему два года. Версия из Китая. Сделан в Китае. Сделан в 2019 году. Уже во второй половине 2019 года. Осенью. В промежутке между 7 октября и 13 октября. Ему два года и 11 месяцев. И изначально он был черным на 64 гигабайта. Почему он стал белым? Ну, есть разные причины на том. Как правило, такое делают преображение, когда задняя крышка, например, у человека треснула, сломалась. И они берут просто, ну, ставят корпус другого цвета, да? И все. Ничего не меняется. Просто поставили тебе вот эту рамку другого цвета. Так произошло, скорее всего, и с этим iPhone. Телефоном, наверное, был он разбит в свое время. Уничтожен. И в ремонте взяли и почему-то поставили ему, ну, может, запчастей было. Может, не было черных задних крышек. Они поставили белую. Вот и все. А разъем вот этот не поменяли. И, короче, получается так, что изначально телефон был черный, но потом китайцы его сделали вот в таком белом цвете. То есть вот это все, это уже мененое. Это уже 100% не оригинал. Это задняя крышка мененая, ставленная. Ну, вроде как поставили они ее ровненько, потому что камера ровно стоит, вспышка ровно стоит. Каких-то зазоров нету особо. Вот. Возможно, эта крышка даже сама не оригинал. А может, кстати, оригинал. Может быть, это какая-то просто китайская копия. Стекло, да? Вот. Может, просто с другого iPhone выдернули, с донора, и поставили сюда белую вот эту заднюю крышку. Теперь еще интересно проверить качество экрана. Давайте я вот на максимальную яркость его выставил. Сейчас я посмотрю, как он смотрится рядом с экраном, который на 100% оригинальный на SE2. У меня, к сожалению, нет оригинального сейчас XR уже, который прям 100%, я уверен, что там оригинальный экран. Но у меня есть SE2, на котором экран оригинальный, и он, в принципе, IPS, поэтому он по характеристикам должен примерно совпадать вот с этим. Итак, ну вот, что у нас выглядит, как это два экрана на максимальной яркости оба сейчас. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, не знаю, мне кажется, что SE2 поярче. Ну-ка, давайте зайдем на белый фон. Ну, ребят, есть ли разница или нет? Мне кажется, что все-таки, наверное, у XR экран не оригинальный. Не оригинальный. Мне кажется, что здесь экран чуть получше. Качеством здесь он немножко уходит в синие оттенки, чуть-чуть. Буквально так вот, под таким углом. Нет, в принципе, под углами он одинаковый. Бывает, что под этим углом там синяя картинка, под этим желтая. Ну, нет. Вроде как... Не, ну все-таки, да, все-таки видно, что здесь экран лучше. Да, ребят, походу экранчик меняли. Походу меняли, ну, не сказать, что он прям ужасный, но все-таки, если вот в сравнении со 100% оригиналом, он выглядит все-таки похуже. Все-таки чуточку похуже. Ну, ладно. Вот еще один минус нашли. Да, первый минус – это не оригинальная задняя крышка. Второй минус – это, ну, на 99, наверное, процентов не оригинальный экран. Кстати, у меня же есть еще одиннадцатый iPhone. Тоже восстановленный. И мне интересно сейчас восстановленный с восстановленным сравнить. Может быть, между ними будет какая-то еще разница. У меня он тоже, кстати, белого цвета. Это одиннадцатый iPhone. Тоже с Алиэкспресса заказывал. Так, сейчас посмотрим. Вообще, айфончики похожи. XR, конечно, одиннадцатый. Они, ну, реально очень похожи. У одиннадцатого только камеру добавили, да, яблочко перенесли в центр. И процессор чуть-чуть обновили. Ну, ширик, ширик добавили. А так, в целом, очень похожие телефоны. А, еще у одиннадцатого 4 гига оперативки, а здесь 3 гига оперативки. Но экраны, там, автономность, примерно все одинаково. Итак, ну что, какой ярче? Заходим в настроечки. Так, есть разница. Ну, мне кажется, на одиннадцатом даже чуть-чуть получше, чем на XR. Хотя разница, ну, не сильно большая. Ну, не сильно. Но здесь, как будто, экран более теплый на одиннадцатом. По углам обзора примерно все одинаково. Это XR, это одиннадцатый. Ну, короче, экран не такой... Если даже это и копия, то нормальная копия. Неплохая. Я видел экраны гораздо хуже по качеству, на которые прям невозможно смотреть. Здесь высококачественная копия. Да, Face ID я еще не проверил. Смотрим. Пытаюсь разблокировать телефон. Бац, все сработало. Еще раз. Так, а если вот так попробуем? О, так уже не хочет. Так уже не понимает. Нужно перевернуть iPhone тогда, да. А вот под таким углом? Не, тоже не хочет. Только вот именно вот так. Вот в таком положении. Итак, а что у нас здесь по железу? А по железу у нас здесь установлен вполне еще актуальный процессор Apple A12. 6-ти ядерный с частотой почти 2500 МГц. Производство TSMC 7 нанометров и Apple GPU в виде ускоритель 4-х ядерный сопроцессор Apple M12. По памяти 64 ГБ внутренней памяти, 3 ГБ оперативки. Значит, экран 6,1 дюйма. Разрешение 1792 на 828. И 326 пикселей на 1 дюйм. IPS-матрица 60 Гц. Все очень просто. Батарея сейчас заряжена на 82%. Емкость около 32942. Ну, ее в случае чего можно будет легко поменять. В сервисе она стоит не так дорого, как на более новой модели айфонов. То есть, в принципе, я не думаю, что ее прям нужно срочно менять. Она стопроцентная, так что можно будет еще пользоваться какое-то время. А вот камеры здесь не самые топовые. Задняя на 12 мегапикселей, фронталка на 7 мегапикселей. Причем фронталка не умеет снимать 4К. Она умеет снимать Full HD. 60 кадров в секунду, да. Вот задняя камера всего одна. То есть, нет ни ширика, ни телевика. Но зато есть оптическая стабилизация. И еще у телефона, знаете, что есть? У телефона есть IP67 защита. Да, есть IP67 защита от воды. Это тоже круто. Есть поддержка беспроводной зарядки. И есть еще оптическая стабилизация. Да, и модуль NFC. Проверяю сейчас работу зарядки. Беру свой пауэрбанк. И заряжаю айфон от него. Так. Раз. Что такое? Ну-ка, пауэрбанк? Нет, вроде включен. Вроде бы пауэрбанк-то включен. Что у нас айфон не заряжается? Ну-ка, еще раз. Во, все. Просто кабель, видимо, плохо воткнул. Заряд пошел. Еще раз. Да, все. Зарядка идет. Теперь то же самое от беспроводной зарядки. Так. И. Во. Пошло. Так, проводная зарядка, беспроводная работает. Скачался у меня Antutu Benchmark. Сейчас проверим, сколько баллов он наберет в самой новой версии Antutu. Так, что у нас здесь? Уведомление. Ладно, разрешим. И сразу старт тест. Да, ребята, это просто какой-то непотопляемый айфон. Телефон ему уже 4 года, но он, блин, борется до сих пор. Уже 500 тысяч набирает в Antutu практически. Ну, чуть-чуть ему буквально не хватает. 499, 227. Ну, е-мое, ну, почти полляма в Antutu. Телефон четырехлетней давности. Айфон. Этого много. Этого много даже сейчас. И этого даже сейчас, спустя 4 года после анонса, хватает еще и с запасом. То есть, это не просто сейчас нормально. Это еще и с запасом на будущее, там, года 2, я думаю. А потом, когда эти 2 года истекут, еще года на 3 его должно хватить. То есть, ну, как минимум, я думаю, еще лет 5 с ним можно будет реально пользоваться нормально. Чтобы ушли все приложения, поддерживались все игры там последние вышедшие. Обновления приходили. Может быть, да, там через 4 года уже свернут обновления. Через 3-4 года. Но он еще все равно будет даже на той iOS, которая будет на нем последняя стоять. Он еще будет несколько лет потом еще поддерживать приложение. Ну, короче, скорее всего, вы этот телефон смените до того, как он уже выйдет реально вот из актуальности. Перестанет обновляться, поддерживать приложение. Просто за ним нужно ухаживать, да. То есть, держать в порядке аккумулятор, держать в порядке экран. Разъем для зарядки, там, Face ID. Ну, не разбить его там. Ну, и все. И тогда все будет нормально. И он будет служить верой и правдой еще очень долгие годы. Вообще, техника Apple, если ее поддерживать в хорошем состоянии, в рабочем, то она очень долго работает. То есть, она отбивает затраты. Если ты купил iPhone и нормально им пользуешься, то реально он может проработать у тебя и 10 лет при должном уходе. Но они, знаете, еще что бывает? Они бывают, конечно, с новым обновлением. С каждым новым обновлением старые iPhone начинают работать хуже. Потому что новое обновление выходит тяжелее, медленнее работает. iPhone начинает на этих обновлениях. Кто-то не скачивает обновления на старые iPhone и боится такого. Кто-то скачивает, наоборот, хочет, чтобы все было безопасно. Новое обновление, там, то есть, систему безопасности уже лучше не взломать. Кто-то не скачивает, кто-то скачивает, кто-то вообще забивает, там, когда-то скачивает, когда-то нет. Вообще не следит, какая у него там iOS стоит. Все работает и все. Что еще надо? Зачем мне какие-то новые iOS там ставить, обновления? Итак, по камерам. Задняя камера здесь без ночного режима. Это последний iPhone, в котором не было ночного режима. В 11 он уже появился. То есть здесь ночью фотки будут выходить темноватые. Но все равно хорошее качество фото. Здесь 12 мегапикселей, автофокус, оптический стаб есть. Сфотографировать что-то сейчас вполне реально. Фотки хорошего качества. Не сравнится, конечно, с современными топами, но все равно выше среднего уровня качества фотографий. Фронталка тоже довольно неплохая. 7 мегапиксельная, но выдает нормальное качество снимков. Самое главное это не детализация на iPhone, а общая цветопередача, общая картинка. То есть iPhone просто фотают приятно. Смотреть приятно на фотографии с iPhone. Да, может быть при детальном рассмотрении он проиграет какому-нибудь современному Xiaomi. Но, в общем, вот так если смотреть, все выглядит вполне себе очень-очень даже неплохо. Неплохо. Видеозапись 4K 60 FPS с оптической стабилизацией. Очень высокое качество записи. Но с фронтальной камерой Full HD 60 FPS. Тоже вполне себе неплохо для 2022 года с фронталочки записать что-то. Здесь уже стабилизации нет. Здесь уже при ходьбе будет картинка сильно трястись. Есть замедленные и ускоренные видосы. Еще из интересного есть цифровой зум, но он не сильно большой. Есть портретный режим с разными эффектами. Их не так много, всего 3 эффекта. Но он есть. С фронтальной камеры здесь эффектов побольше. Здесь можно светлую фотку сделать. Такую вот темную с темным задним фоном. Вот. И можно еще сделать панорамы. Панорамную фотку. Проверка динамиков. У айфона XR два динамика внизу и вверху. То есть у него стереозвук. Давайте послушаем на максимальной громкости, как он звучит. А звучит он неплохо. Громко и объемно. И звук чистый. Ладно, все. Хватит. Хватит. Наслушались. Да, громкий динамик. Что могу сказать? По айфону XR можно его, конечно, брать. Конечно, это уже, ну, такой, немножко старенький телефончик. Да, уже 4 года ему прошло с момента его выхода. Конечно, лучше, наверное, взять все-таки будет 11-й. Потому что там уже есть вторая камера. Там уже процессор на дно поколения мощнее. На 1 гиг больше оперативы. Ну, и фронтальная камера чуть там поинтереснее. Там есть ночной режим. То есть там он немножко больше, так, более обросший функционалом, чем вот этот айфон. Но это тоже нормальный вариант. Это такой 11-й на минималках, можно так сказать. Потому что они мало чем отличаются. Вот, спереди так они вообще похожи. Экраны одинаковые. Челки одинаковые. Все одинаковое. Разрешение одинаковое. Автономность примерно одинаковая. Айфон этот лучше по автономности, чем, безусловно, там 7-ки, 8-ки. СЕ-шка 2, СЕ-шка 3. Аккумулятор здесь уже почти 3 тысячи. И его нормально хватает на день стопроцентной работы такой обычной. В то время как 7-ки, 8-ки их бывает даже на полноценный день не хватает. Они быстро рассадятся. Там аккумуляторы меньше 2 тысячи. Их постоянно надо заряжать. Здесь уже около 3 тысяч аккумулятор нормального такого объема. Его хватает на день, на сутки примерно. Так что вот такой вот айфончик сейчас можно взять на Алике. Можно его, кстати, на вторичке взять, не обязательно на Алике. Сейчас выбор, по сути, невелик. На вторичке Алик, потому что в новых их уже нет. Новые уже не купить. Когда он выходил новый, он стоил 65к. Я помню этот момент. В 2018 году он стоил 65к в магазинах. Официальная цена была. 65 тысяч за версию 64 гига. Вот. Айфоны многие говорят, что не дешевеют. Они дешевеют, но это просто не так сильно, как андроид-смартфоны. Вот он, видите, он за 4 года подешевел в 3 раза. Сейчас его можно взять за 20-ку, а он стоил 65, когда выходил. Такие вот дела. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Чао.